Наша победа, полная, на мой взгляд, это не взятие Вашингтона, это убрать американцев, выкинуть их из Европы. Вот с момента 24 февраля, когда все уже пришло в большое движение, то есть началась война, мы слышали разные по актуальности, по степени остроты заявления и российской страны, и реакции на них Соединенных Штатов. Я имею в виду относительно использования ядерного оружия, ну, не непосредственно использования, а где-то иносказательно, где-то прямо, как это делать, где-то на уровне каких-то риторических заявлений, где-то в качестве шантажа, но это все звучало. Вот можно ли судить о том, что изменение реакции американской стороны, которая вот внешне выглядит так, что начала меньше бояться вот этих угроз, более жестко отвечать. Вот это вот заявление Салливана, буквально не так давно, о том, что мы довели, он СНН, по-моему, в интервью обыскал, что мы довели, Салливана, советник по национальной безопасности Байна, довели в частном порядке, я так понимаю, что разговор с Патрушевым, они общаются, что будет в случае применения тактического ядерного оружия в Украине, ну, или иных способов использования ядерного оружия в бояных целях, что будет в качестве ответа. То есть мы вот дистанцию пробежали за эти там, ну, сейчас уже почти 8,5 месяцев, от момента «не дай бог не раздражать Москву» и выступления Путина 24-го, в момент начала так называемой спецоперации, когда пусть никто не вздумает даже вмешиваться, мы обладаем всеми средствами, он сказал дословно, до степени, когда только попробуйте, у нас, я перевожу на такой, что ли, вульгарный язык, что у нас есть способ вам ответить, и в частном порядке мы вам все довели. То есть значит ли это, что за эти месяцы американская страна окончательно разобралась, поняла, исследовала, проэкспектировала, разведданные получила, неважно, как она это сделала, и поняла, что, в общем, не все так обстоит хорошо с вообще ядерным запасом, с возможностью донесения, с принятием решения, его исполнения, вот по сумме все, что они вполне могут с этой проблемой справиться. Вот правильно ли мы себя ловим на этом ощущении, или это иллюзорно? Вы знаете, я, честно говоря, боюсь, что мы правильно себя на этом ловим, но здесь, ну давайте я немножко продолжу про вот эти ракеты, а дальше там сделаю определенное резюме, в котором все это скажу. Значит, ну вот, как мы с вами вот сейчас уже выяснили, что документация по этим двум самым мощным стратегическим ракетам, на которых стоят 40% ядерных боеголовок российских войск, она почти наверняка попала в руки американцев. Ну, на самом деле, понимаете, руководство страны понимало, что это плохо, и для замены сатаны, например, начали разрабатывать чисто российскую тяжелую ракету на жидком топливе, Сармат. Но почему-то опять вот отдали ее разработку ГРЦ имени Макеева, которая разрабатывает флотские ракеты. Ну, по-видимому, потому, что ранее ему отдали обслуживание этих ракет, но, ну, в общем, мне кажется, что это было крайне ошибочное решение, и, собственно, в результате первый пуск этой ракеты состоялся 20 апреля 2022 года, то есть уже когда у нас полным ходом шла вот эта специальная военная операция на Украине. Пуск объявили удачным, но дело в том, что для постановки ракет на вооружение необходимо не менее 10 пусков провести, чтобы они оказались удачными, проверяется, в общем, работа всех систем ракеты. И по тяжелым ракетам Россия оказалась сейчас, и вот сейчас это абсолютно ясно, в классическом периоде перевооружения, когда старое вооружение уже вышло в тираж, а разработка и принятие на вооружение нового еще не закончилось. И, в общем-то, это такой период, когда вменяемое правительство сидит тихо и не ходит воевать в соседние страны. Вот. Я думаю, что американцы это все анализировали, ну, 24 часа в день, и в результате, по всей видимости, они пришли вот к тому, о чем вы говорили. Я потом сейчас скажу еще дальше, когда мы будем рассматривать National Security Strategy. Недавно был озвучен президентом Байденом такой документ. Там есть очень интересные моменты, которые касаются этого вопроса. Вот. Ну вот, по тяжелым ракетам это вот такая вот сейчас ситуация. Можем и наступать. Пане Антоне, по поводу того, что расисты небыто тякают с поведенного напрямку, все крадут, мародерят, как только они могут и как умеют, есть так же информация, что на других напрямках, зокрема на Схидних, они пробуют атаковать. И досить непроста ситуация. Десь пару дней тому была информация от Генштаба, ЗСУ, что на пяти, здаясь, напрямках они перейшли в атаку. Насколько там ситуация загрозливая для нас? Дивите, в принципе, Генеральный штаб и те поведомления, которые вы выяснили, за спектр массовой информации, он акцентует внимание на том, что ЗСУ на сегодняшний момент готовят до отбития агрессии и проведения контрнаступальных операций по разным напрямкам. И каждый день мы бачим эти звуки, которые есть от Генерального штаба, про то, что наибольши активно Российская Федерація действует именно на Донецком напрямке, трех и в Луганской области, и есть, безусловно, певные контратаки на Певденном напрямке. Но нужно понимать главную вещь. Российская Федерація моборизовала певную культуру населення. Загнала це населення, як військовыми важко назвати, загнала це населення до окупованих територій і просто кидає їх в бій. І це назвати, скажемо так, контрнаступом чи якимись активними діями і наступальними дуже важко, бо це непідготовлене, мовно кажучи, м'ясо йде просто на наших військовослужбовців. Є дуже велика кількість прикладів, які наши військовослужбовці, крім того, розказують про те, що, наприклад, це там на Донецькому, на одному з напрямків, в Донецькій області, коли вже пристріляна точка, йдуть хлопці, це м'ясо, мовно кажучи, 15 осіб йдуть, наступають, в наші кладуть туди міни, проходять буквально там кілька годин, знову ж таки по цьому ж напрямку, вже в пристріляне місце, знову ж таки наступають ті самі нові хлопці, 15 цих військовослужбовців Російської Федерації. Тобто, ми бачимо, що ці контрнаступальні дії Російської Федерації, вони більше засереджені на тому, щоб просто кинути стих людей, як гарматне м'ясо, і відволікти нас від тих наступальних дій, які ми хочемо проводити за різними напрямки. І на Херсонському напрямку, і в Луганській області, і на Запорізькому напрямку. Тобто, тут, в принципі, мова йде, що Російська Федерація намагається тим ресурсам, які в нас зараз є, закинути на ці окуповані території, стримати наші наступальні дії. І це, безумовно, де є якісь наслідки. Ми бачимо, коли там обороняється, умовно кажучи, один чи два військовослужбовців відстрілюються, це одна картина. Коли там є 40 військовослужбовців з автомата, які відстрілюються, то це усім інша ситуація. І тому і наступальні операції нам проводять трішки важче, зоблядно на те, що там маса населення, маса цього м'яса, загнаного на території, достатньо велика. Пане Антоне, от бачу свіже повідомлення від Генсека НАТО, Єнса Столтенберга, заявив він про те, що вважає мінімальним ризиків застосування в Україні ядерної зброї, Росією мається на увазі, звісно. А як ви ставитеся до російського шантажу, наскільки дійсно вони до цього готові? Враховуючи, цього тижня, здається, була стаття New York Times про те, що там десь за зачиненими дворима російське військове керівництво обговорювало, як і де вони можуть використати тактичну ядерну зброю в Україні? Дивіться, Російська Федерація, вона діє постійно гібридно. І Кремль зі своєю гібридною владою, він намагається діяти таким чином, щоб просто провокувати і світову спільноту на те, що вони нібито можуть застосовувати те чи інше розброєння. Я думаю, що якщо казати про безпосереднє використання зброї, або стратегічно ядерної, або тактично ядерної зброї, це ризик в цьому питанні достатньо мінімальний. Більший ризик в тому, щоб Російська Федерація використала брудну бому зі свого боку, використала ядерні об'єкти, які розташовані на території України, для того, щоб зробити певний теракт і в цьому звинуватити Україну. От цей ризик має місце бути, але стосоване застосування тактичного чи стратегічного ядерного зброєння, тут ризик мінімальний, скажімо так. Підпишіться на канал і не пропускаєте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео. Дякую за перегляд!